Сотрудники историко-краеведческого музея совместно со Славянской муниципальной телерадиокомпанией проводят акцию «Живая книга памяти» в рамках годовщины 70-летия со дня Победы. В следующем материале выпуска мы расскажем вам о судьбе ветерана Великой Отечественной войны Марии Васильевны Алексеевой. Мария Васильевна служила в зенитном артиллерийском полку в отдельной батарее станции орудийной наводки. Свой боевой путь она начала от города Грозного и дошла до Кёнингсберга. Своими воспоминаниями Мария Васильевна поделилась с нашей съемочной группой. Я попала в 744-й зенитный артиллерийский полк. Но зенитный полк, они все девушки, но те девушки из зенитного полка, они отдельно были. А наша группа 30 человек, наша отдельно. Оказалось, что мы будем осваивать радиолокационную станцию. Такой станции у нас в Грозном не было. И, во-вторых, вообще у нас в армии еще радиолокационная работа была плохо налажена. Но почему именно, наверное, нас, десятиклассниц, чтобы мы осваивали лучше? Но, кроме того, и требовалась большая физическая работа. Как только, значит, тревога, мы забегаем, сразу я включаю там. И вот как телевизор, вот так и этот огромный вот этот телевизор, это установка сначала немножко пошумит, а потом экраны, загораются экраны. И если от меня зависела, я оператор по азимуту, должна была антеннами пройтись по небу и увидеть, что творится. Если только мы засекли самолет, тут же оператор по дальности говорит, дальность 300 километров. Там, значит, я говорю, азимут такой-то. Даю команду включить мотор обсюратора. Включаем, загораются два таких вот импульса. Их нужно выровнять, ровно выровнять. И, значит, уже передаем данные. Есть данные. Азимут такой-то, дальность такая-то, угол места такой-то. И уже батареям, батареям, огонь. Ну, не мы, конечно, команду даем. Мы даем только направление. Наша задача заключалась засечь самолет противника. И чтобы наша зенитная артиллерия довела прицельный огонь. Варили мы сами Днепр. Вот землянки, берег Днепра. Наберем воды, ведро воды. Мужчины где-то раздобыли котел, котлы такие. И разложим огонек, закипятим. И туда крупа. В основном крупа была перловая. И все мужчины называли ее шрапнель. Девушки, что мы кушаем сегодня? Шрапнель. Мяса никакого не было абсолютно, кроме вот этой шрапнели. Правда, выдавали нам, я не знаю, то ли, может быть, 500 граммов сахара. Вот такую пачку махорки. Махорка. А что касается мяса, никакого не было. Только вода и крупа. Но мы не горевали. Каши в котелок нальешь ложечку, если сахарку туда, наедимся. И, как сказать, оставались живы, здоровы. И главное, вот холод, стужа такая. Кушать-то совершенно не было хорошо. А никто не болел. Мы прошли путь Грозный, Белоруссия, Восточная Пруссия и Кенигсберг. Вот это вот наш путь. Все, конечно, зенитные батареи, но в том числе и мы, наша группа. Вот. Когда мы находились уже в Восточной Пруссии, там уже сила была нашей армии. В начале стоять было на посту тяжело. Немцы без конца, самолеты все время над головой висели. А потом произошел как бы перелом. Смотрим, уже немцев, немецкие самолеты и не видны. А наши вот нагрузятся, и как-то вот летит самолет. Везу, везу, везу. С бомбами нагрузятся. Это как раз били Кенигсберг. И там коса пила, вот танковые шли в сильные бои. И наша армия шла уже, и погода была лучше. Да, наверное, и условия были лучше. Ну, короче говоря, сила уже была за нами. И поэтому мы все с нетерпением ждали, что вот-вот победа. А из дома писали нам письма, и говорят, уже загудели гудки, зажглось электричество. Полыхнуло прямо все небо. Загудело. Знаете, бьют залпы орудий. Автоматы, стрельба. Ну, ну, все. Огнем охватило все небо. И наши все из землянок повыскакивали. Уже узнали. Победа! Как начали тогда все стрелять, я в том числе зарядила винтовку, бах. Потом командир батареи выскочил и говорит, батарея, становись. Вы так можете и друг друга пострелять. Поэтому слушай мою команду. Значит, за родину, за победу, огонь. А потом он обратился к нам. Говорит, девушки, благодарю вас за службу. Вы оказались мудрыми бойцами. Я сначала, он говорит, боялся, как я буду командовать. А оказалось, с девушками отлично прошла служба, что я несколько раз получал благодарность за вашу службу. Ну и говорит, вернетесь домой. Повесьте вы эту форму в шкаф. И пусть ваши дети и внуки знали, как прошла ваша молодость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин